всем привет менял я тут ремень грм вот и решил заодно отрегулировать клапана так как крышка снята можно было конечно можно было конечно вот этот кожух не одевать тогда было бы понятнее ну в принципе можно и без кожуха без этого кожуха отрегулировать ну то есть не без кожуха а тут у нас шкив распредвала на котором нанесены метки можно принципе и без них только для этого нужно знать что нужно делать так вот показываю как говорится последний раз зоне это вот эта штука мне мешает зараза сейчас я привяжу чтобы она сюда опять не уходила выпускные клапана honda civic регулируется зазор 0 25 миллиметра впускные клапана 0 2 миллиметра ну сейчас я это буду делать данный момент вот смотрите если посмотреть по вот этой вот планки с той стороны не написано об там видно штифт вот он штифт видно чуть-чуть вот он должен вот это вот об должна быть напротив вот его вот этой вот метки здесь с этой стороны 3 даже вот здесь есть есть небольшая меточка и я покажу вот она вот она риска вот эта риска она должна быть заподлицо вот средства срезом этой головки и с этой стороны видите она туда ниже ушла а вот это выше то есть нам немножко нужно повернуть назад шкив примерно миллиметров на 5 чтобы она совпала сейчас это сделаю подобрались мы вот шкив коленвала который на который одевается ремень который приводит в движение шкив кондиционера и шкив генератора сейчас этого ремня нет как я уже и говорил я менял ремень грм и поэтому не одевая бы не дособирая полностью решил отрегулировать клапана поворачиваем поворачиваю если верхний шкив на 5 то нижний на 10 миллиметров все посмотрим что там у нас наверху получилось так почти что стало все почти что стало еще пару миллиметров постараюсь показать я сейчас буду за шкив коленвала крутить крутится он легко потому что в цилиндры свечки не завернуты чтобы компрессия не мешала крутить смотрите смотрим метка что у нас метка еще не на месте еще поворачиваем так ну все метка на месте вот как вы видите заподлицо вот она метка на шкиву ставлю я ноготь и вот он как раз и с этой стороны также все на месте теперь наша задача приступить непосредственно регулировки регулируется если у нас стоит все по меткам значит первый цилиндр находится верхней мертвой точке вот так что первый цилиндр находится верхней мертвой точки первый цилиндр считается от шкива 1 2 3 4 регулируется он сначала первый цилиндр потом поворачиваем шкив распредвала на 90 градусов 3 опять поворачиваем шкив на 90 градусов то есть уже пол оборота здесь пол оборота а коленвал оборот 4 и еще на пол оборота 2 то есть 1 3 4 2 13 42 я вот так запоминаю 13 42 все смотрим зазоры здесь у нас должны быть зазоры выпускных клапанах 0 25 здесь ну там плюс-минус три соточки здесь во впускных клапанах 0 2 миллиметра начнем с выпускных берем щуп у нас щуп 0 25 и смотрим так легко легко проходит первый выпускной второй выпускной тоже легко смотрим насколько же легко берем беру щуп на 0 3 так на 0 3 уже не идет здесь 0 3 тоже не идет сейчас попробую сделать 0 27 подобрал я щупы 3 щупа или как 3 от щупа жала на 0 0 0 0 7 0 , 0 5 и 0 , 15 и того 0 27 0 27 проходит вот так знаете хорошо то есть 0 27 здесь зазор следующий смотрим клапан ну надо сказать нормально то есть регулировать я их не буду теперь смотрим впускные клапана вот они два впускных 1 2 здесь у нас должен быть зазор 0 2 плюс минус там три сотки на щупе я выставил 0 25 сразу пройдет не пройдет смотрю 0 25 сильно то не идет то есть если положено 0 2 у меня 0 25 не идет второй клапан тоже не идет то есть в пределах в пределах норм скорее всего сейчас сделаем 0 22 у меня два щупа один на 7 соток 1 на 7 соток другой на 15 соток и того 22 сотки 22 сотки тоже не идут ставим 0 2 то есть две сотки 20 соток один щуп идет не идет опа смотрите он и на 20 не идет то есть клапана немножечко немножечко поджаты видите впуск 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 не идет 1 и 2 не идет интересно сколько же здесь подгонял подгонял в итоге 10 соток а положено 20 соток представляете то есть клапана зажаты и из-за этого они могут прогореть еле-еле звукал 10 соток то есть требуются регулировки и 2 2 тоже поджаты значит отворачиваем их и будем регулировать впускные выпускные у нас вот эти вот два нормальные впускные поджаты отворачиваю ключиком на десять гайку которая контрагает регулировочный винт смотрите как сделано гайку отворачиваю а винт не отворачивается это очень хорошо вторую гайку теперь отвертка отвертку надо подбирать чтобы жало заходило плоская отвертка ведь она начинает крутиться теперь беру щуп на 20 соток пытаешь просунуть его подставил пока не идет смотрите об вот он пошел пошел немножко подворачиваю чтобы туговастенько ходил вот так вот видите уже потуже вообще нужно поворачивать очень мизерно совсем туго вот так вот значит если бы это было автомобиль надо не буду говорить какой но это honda посмотрите беру и потихонечку потихонечку начинаю крутить гайку контрагайку на заворачивание вот смотрите вот за этой риской за верхней вот ну то есть за регулировочным винтом она должна стоять абсолютно на месте она так и делает то есть мне не надо сверху держать вот так отверткой а здесь крутить достаточно просто заворачивать и все четко стоит вот эти меня японские автомобилей нравится так затянули вот видите как то есть 20 соток вот я вытащил все четко теперь здесь делаем то же самое он пока не идет мы должны отпустить почти на полуоборота и вот так вот так вот примерно вот так затягиваем никуда верхняя риска заметили я ее не держу она никуда не уходит раз на многих автомобилях начинаешь крутить нижнюю гайку верхняя вместе с нижней идет это так раздражает вот на японцах как то они сделали затянул ну тяну так хорошо в пределах так 25 ньютон все первый цилиндр отрегулировал теперь мне что нужно делать теперь мне нужно закаленвал так как у меня кожух одетый вот этот кожух одетый с этой стороны у меня видны те метки про которые я вам говорил я их сейчас помечу ну предположим вот таким вот лаком для ногтей которые мне супруга подогнула ну вертикаль здесь вот так вот пометим раз и теперь надо чтобы вот эта метка красная которую я нарисовал совпало с буртиком головки блока цилиндров то есть сейчас еще раз покажу вот эта красная метка вот она вот она она должна повернуться на 90 градусов и совпасть вот с этой вот частью то есть как вот сейчас совпадает положение верхней мертвой точки первого цилиндра когда я ее поверну на 90 градусов это будет положение верхней мертвой точки третьего цилиндра у меня точно так же должны освободиться регулировочные винты ну то есть зазоры на третьем цилиндре Вот на этом 1, 2, 3 Вот на этом цилиндре У меня вот эти рокеры Вот один свободный уже Второй свободный А вот эти два зажаты Вот надо 90 градусов еще повернуть Сейчас я пойду за коленвал крутить Здесь будет видно По поводу метки Коленвал мне надо повернуть На 180 градусов Вот так вот Посмотрим И еще чуть-чуть Совсем чуть-чуть Все, четко стала метка Вот она метка Вот она, видите Она с верхней части Переместилась сюда Теперь смотрим Рокеры Третьего цилиндра То есть Толкатели, рокеры Как правильно их назвать Не знаю Впускные Почему-то поджаты А выпускные Вот они свободные Так Ну что Будем регулировать Выпускные два клапана Вот взял я 25 соток Щуп Видите Он не выпадает То есть держится Нормально Можно было Немножко поджать Но я не буду Лучше Лучше пусть они Посвободнее будут Но они где-то на 0,27 Отрегулированы Теперь то же самое Делаю Спускными клапанами Вот видите Щуп на 0,2 И он Не проходит То есть Клапаны Немножко поджаты Я сейчас Делаю Ту же самую Процедуру Отворачиваю Опа Е-мое Можно и пальцы сбить Отвернул Теперь При помощи отвертки Регулировочный болт Или как Толкатель Ослабляю При регулировке Немного мешает Вот эта Пластиковая Пластиковая Тоннель В котором провода идут Ну куда деваться Придется Терпеть Теперь мы Что делаем Теперь мы заворачиваем Один клапан Я отрегулировал Второй клапан Ну и так далее Поворачиваю Сейчас Третий цилиндр Отрегулирую Вот эта вот метка Вот она Видите Поверну ее Чтобы она оказалась Там внизу Ну как внизу Напротив Среза Головки Блока цилиндров Вот этого среза Верхнего Который ставится Клапанная крышка И буду регулировать Точно так же Четвертый цилиндр Выпускные Повторюсь 0,25 Миллиметра То есть 25 соток Впускные 0,2 Миллиметра То есть 20 соток И Второй цилиндр То есть Первый Третий Первый Третий Четвертый Второй Ну и в принципе И все И можно Ставить вверху Клапанную крышку И дальше Дособировать Движок Или не движок А Одевать Я же Менял ремень ГРМ Одевать Все навесное Все Всем пока Регулируйте клапана Как мог Объяснил Старался Изо всех сил Чтобы было понятно Вот Ну я думаю Кто вникнет Кто посмотрит Тот поймет Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok